Всем привет дорогие друзья, вы на канале Дед Сергей и в этом видео мы с вами разберемся как приручить кабанчика в игре в Альхейм. Для начала нам с тобой нужны обычные грибы. Идем в лес, собираем грибочки. Много грибов особо не собирай, тебе понадобится реально грибов 5. Потом переходим в инвентарь и делим все грибы по одному. Вот у нас есть 5 грибов, теперь пойдем искать кабанчика. Так только я нашел своего первого кабанчика, я сразу принялся его приручать. Именно ползая за ним и выбрасывая ему по одному грибочку, чтобы он их жрал и постепенно приручался. Но у Альхейм не все так просто, так как здесь немного иная система приручения. Я довольно таки долго за ним бегал, пробовал раскидывать еду вокруг их стаи, чтобы они ходили и сразу жрали, но это так не сработало. Сработало только то, что нужно ходить за конкретным кабаном и смотреть, насколько он голоден и на сколько процентов приручился. Но, как только я его приручил, он сразу же от меня убежал. И с этого следует что? Что нужно приручать их правильно. И в этом видео мы научимся как это сделать правильно. Чтобы без проблем приручить кабанчик, нужно построить небольшой загончик, а лучше парочку. Загоняем кабана туда, довольно таки все просто, хотя нет, не очень. В общем следи за хп, чтобы кабан тебя не забил. Как только загонишь кабана в загон, сразу ставь забор, чтобы кабан туда больше не убежал. Сам же выпрыгивай оттуда. Далее ты просто бросаешь ему еду, когда он успокоится, он начнет ее есть. Кормить его придется раза три. Особо к нему не подходи, то есть бросил еду, иди поделай дела. Подошел, проверил, ага, есть захотел, бросил ему еще пожрать. Важно, что если ты поставишь вокруг факелы, как это сделал я, чтобы, так сказать, лучше видеть свою добычу, кабан перестанет приручаться. Поэтому никаких факелов, ничего рядом не ставь. Покормил, ушел. В конце концов он просто-напросто приручится. Далее, советую объединить твои загончики, чтобы прирученные кабаны сидели отдельно. Позже, как мы с тобой приручим достаточное количество кабанов, мы сможем их разводить. После чего получим халявное мясо и кожу, за которой не придется бегать по всему темновесию. Вот, в принципе, и все. Ты теперь знаешь, как правильно приручать кабана, что ест кабан, и как сделать небольшой загончик. В следующих видео мы с вами разберемся, кого можно еще приручить в Вальхеме и как это сделать. В общем-то, вроде бы как все рассказал и ничего не забыл. Если у тебя есть свой метод, как приручить кабанчика, обязательно поделись им в комментариях. И напиши, помог ли тебе данный метод. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте видео лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok